Резкий рост преступности на Украине эксперты связывают с развалом правоохранительных органов, экономическим кризисом и действием радикалов из националистических группировок. Бандиты и хулиганы стали членами так называемых добровольческих батальонов. У них на руках оружие и право практически безнаказанно издеваться над людьми. Репортаж Юлии Ольховской. От встречи с радикалами из батальона Айдар у жителей небольшого села Мелиоративное в Днепропетровской области остались в прямом смысле слова заметные воспоминания. Как утверждают украинцы, пьяные боевики, возвращаясь из так называемой зоны АТО к месту дислокации, решили заодно по дороге снести памятник Ленину. Но этим дело не ограничилось. Вечером в 10 часов они заехали танком, скинули, вышли с автоматами, стали людям не подходить, потому что мы расстреляем. Разогнали танк, скинули постаменты, этот зарушили. Они все вооружены, с ножами, с гранатами. Они нам рассказывали, что мы чистильщики, мы приехали чистить вас, пророссийцев, мы будем вас тут всех убивать. Они начали стрелять из БТРа, с пулемета. Потом начали в воздух стрелять с автоматов. Ну а потом уже пошло, поехало, автоматы, приклады и что хочешь. Как сообщают местные журналисты, несколько жителей поселка получили сотрясение головного мозга и ушибы. По их словам, милиция приехала, но никого не задержала. Представители правоохранительных органов лишь попросили людей разойтись и пообещали, что позже вернут памятник на место. Сегодня возбудили дело по статье хулиганства. А отпущенных милиционерами боевиков-дебоширов теперь должны искать военные. Будем устанавливать тех лиц, которые все это совершили. Сейчас не устанавливали? Сейчас не устанавливали. Сейчас пока не устанавливали, потому что это военные. Военные нам сообщат об этом. Батальоны, даже низовые их части, локальные ячейки, они просто выходят из-под контроля, в том числе и верхушки самого этого батальона. В будущем будут иметь огромнейшую опасность, потому что мы должны понимать, что даже договоренности верхушки этих батальонов с властью, о том, что да, мы войдем в состав нацгвардии, для низовой части может никаким образом не быть руководством к действиям. Сельчане требуют задержать и привлечь к ответственности. Айдаровцев, которые, по их словам, уже не раз устраивали в поселке беспорядки и перенести пульт их дислокации в другое, безлюдное место. Всегда у нас пьяные солдаты валяются с автоматами, под заборами, возле магазинов. Вызывали сюда уже и группы захвата приезжали, и собирали их 300 человек на носилках, носили сюда к ихнему. Собирали автоматы, женщины, мужчины и приносили им сюда, потому что они это все растеривают. В Киеве средства массовой информации о происшествии в миллиаративном в основном молчат. Газеты и телеканалы резко перестали обращать внимание на то, как идет расследование уголовного дела, возбужденного против боевиков правосектора, которые устроили стрельбу в Закарпатском Мукачеве. Сколько преступников по-прежнему скрывается от правоохранительных органов, и где именно, это теперь как будто никого и не интересует. Зато беспокоиться начали правоохранительные органы в Польше. По мнению польских экспертов, радикалы давно могли пересечь границу с Евросоюзом. В том, что сделать это можно абсолютно беспрепятственно, уже убедились журналисты в Закарпатье, проведя эксперимент. Кто же нас остановит на пути в Европу? Вот еще одна граница с Венгрией. Мы ее перешли, находимся в другой стране. Но нет ни одного пограничника, который бы нам сказал, что мы нарушаем границу. Результат нашего эксперимента однозначный. Границ, как таковых, практически нет. В СБУ сегодня отчитались. По факту стрельбы в Мукачеве возбуждены семь уголовных дел. Радикалы из правосектора тем временем заявили о себе в Николаевской области. Боевики решили наказать начальника администрации морского порта Александра Попова за то, что тот, по их мнению, плохо работает. И облили его зеленкой. Досталось из радикалов и главе областного отделения фонда госимущества в Одессе Алексею Космину. Его сначала запихали в мусорный бак, после чего обсыпали мукой и также облили зеленкой. По мнению политологов, события в регионах говорят о том, что радикалы теперь вряд ли согласятся добровольно сложить оружие. Скорее, направят его против тех, кто их же вооружил. Всем этим Турчиновым, Порошенком, Яценюкам и прочим Аваковым понадобились нацисты, как ударная сила. Каждый из них по своей дурости природной, они, конечно, и психопатичности, каждый был уверен. Там мы, когда придем к власти, мы их всех быстренько там построим, загоним в армию, еще что-нибудь в этом роде. А жизнь доказывает, что если их джина из бутылки выпустил, то потом или сам становись этим джином вместе с ними, или он тебя убьет. Самое страшное в этой ситуации то, что и люди в Украине, в принципе, склонны даже поддержать вот этот вот процесс конфронтации между вооруженными отрядами и украинской властью. Это подтверждают и данные опроса общественного мнения, проведенного одним из украинских информационных изданий. Больше 50% читателей поддерживают идею запрещенного в России правого сектора по проведению референдума о недоверии власти. Юлия Ольховская, Виктория Филатова и Наталья Литовко. Первый канал. Украина.